Тупой и еще тупею. Ну да, друзья, весна официально вступила в свои права, поэтому большинство инициатив можно смело списывать на весеннее обострение. Но к тому, что их будет такое количество, я, честно говоря, готова не была. Итак, хит-парад кринжа этой недели. Это Вести без Киселева, совместный проект канала Фьермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Не прогнулся не патриот. В апреле прошлого года некий американский боксер с именем Кевин Джонсон вдруг неожиданно для большинства решил стать россиянином. Он часто бывает в России и, в общем-то, как-то был не против посадить здесь у нас свои корни. Тогда помощь в этом нелегком деле спортсмену оказали губернатор Самарской области и его заместитель. Они обратились к президенту и вуаля сбылась мечта, я хотела сказать, боксера. 9 января наступившего года сам глава государства предоставил американцу гражданство, но Кевин решил пойти дальше. И в знак благодарности за столь щедрый подарок при смене паспорта взял отчество своего нового президента. Так Кевин Владимирович Джонсон стал россиянином. Согласитесь, тут сложно не прослезиться. Такое доверие и такая опрометчивость. Но вы даже не подозреваете, что все это было частью многоходовочки, после которой Джонсон получил квартиру. Да-да-да-да. Во вторник промоутер-боксера Владимир Хорюнов сообщил газете РУ, что некто, пожелавший остаться неизвестным, выручил спортсмену сертификат на получение жилищного имущества в простонародье на квартиру. Правда, в Самаре, но дареному коню сами знаете куда. И вроде бы все хорошо, и все рады, счастливы, довольны. Но ложку дегтя в этот мед принесли самарские обманутые дольщики. Они возмутились поступкам губернатора, который хлопотал за американца, но палец о палец не ударил хоть за кого-то из обманутых семей. А их, на секундочку, на сегодняшний день 130. И все эти семьи уже около 20 лет не могут получить свои законные метры. И это при том, что в январе текущего года чиновники из Самары отчитались о решении проблем всех дольщиков. Хотя, ну как отчитались, коммерсант, например, пишет, что все проблемные объекты просто исчезли из единого реестра проблемных объектов региона. Ну то есть пропали с бумаги. А по факту ничего для выхода из сложившейся ситуации сделано не было. Компенсация коснулась далеко не всех, а тех, кого не коснулось, просто послали в суд. На этом и разошлись. Итого, мораль. Не взял отчество президента, не получил квартиру. А между тем, в Москве на этой неделе разразился крысиный скандал. Причем, как утверждают в СМИ, крысы там были не только с лапами и хвостами. Некий замдиректора ресторана KFC, имя которого не разглашается, но вроде как Глеб, скрысил в прошлом году из кассы 200 тысяч. Хотя, по официальным данным, это была недостача. И за руку мужика никто не поймал. Но повесили на того, кто несчастнее выглядел. Ну и сначала Глеб недостачу как бы признал и даже обещал погасить. Но потом что-то пошло не так, и в голову предприимчивого заместителя пришла гениальная идея. Он снял с камер видеонаблюдения несколько кадров, где отчетливо видно, кто на кухне хозяин. И с крысятническим компроматом обратился к работодателю. Ну, типа тот закрывает долги Глеба, а Глеб никому не рассказывает о том, что булки и картошка KFC хорошенько бывают потрепаны крысами. Топ-менеджер компании на сделку согласился, но в день передачи денег после совершенного обмена тоже переобулся и сдал Глеба полиции. Вот так одним движением руки были загублены сразу две судьбы. И замдиректора, и самой компании. Потому как теперь вся Россия узнала, что прежде чем стать котлетой, сырье всю ночь бегает по кухне. Нет, вы не поймите меня неправильно. Я далеко не за то, чтобы сей факт не стал достоянием общественности. Ведь, согласитесь, топу гораздо выгоднее было бы потерять две сотни тысяч рублей, чем две сотни тысяч постоянно голодных и несущих деньги ртов. Но справедливость восторжествовала. Хотя, кто в России главный спонсор всех проблем, мы, конечно же, знаем. Но, пожалуй, тактично умолчим. Или все-таки молчать не стоит? Ведь завесу интриги на этой неделе уже приоткрыл депутат Александр Хинштейн. Он заявил, что если мужик на улице похож на представителя запрещенного в России движения ЛГБТ, то его надо наказать. Да-да-да-да, это новость не с панорамы. И это то, что почему-то волнует наших депутатов гораздо больше, чем падающие по весне голыбы льда. Но вы только вслушайтесь в критерии отбора, в которые, если мужик не укладывается, значит, он не про традиции. Ну, во-первых, это длинные волосы. Почему в этом случае до сих пор не отменили Леонтьева, непонятно. Во-вторых, это макияж и накрашенные ногти. А я напомню, что Гриф почему-то именно таких мальчиков убирает себе в качестве лица Сбера. И в-третьих, это молодежный тренд на сумке с радугой. Конечно, Хинштейн имеет в виду ЛГБТ, в котором нет голубого. Но мы-то с вами знаем, что блестителям порядка нецензурщина мерещится то в скамейках детского сада, то в расцветке детской площадки. Так кто же сказал, что именно ее же Хинштейн не усмотрит в какой-нибудь обычной авоське, с которой вы ежедневно ходите за картошкой. Впрочем, как сказал депутат, запрещать мужчине красить губы он не собирается. Нравится тебе помада? Машься, но не демонстрируй это на улицах города. И как бы с одной стороны это все правильно, но с другой стороны, разве не попахивает двойными стандартами, когда телевизор и рекламные плакаты пестрят Милохинами, но таких, как Милохин, на улице собираются наказывать. А ведь когда-то он был приглашен в качестве звезды даже на питерский экономический форум. Ну, то есть на лицо рождения нового кумира, который вырос с подачи госкорпорации. А вот теперь и он, и ему подобные попали в немилость. Но, если честно, во всей этой инициативе лично меня смутило другое, а именно показушность. То есть, если мужчина вполне традиционной ориентацией накрасит ногти, то он возмутитель спокойствия. А если гей наденет брюки, пиджак, галстук и пойдет по вилевой пятой точке, то это нормально. Это не пропаганда ЛГБТ и вообще все укладывается в систему координат. Правда, при этом обнулив весь экстремизм запрещенного движения. Но очевидно же, что недоработка налицо. И в этой связи я боюсь даже представить, а что будет дальше. Девушку с короткой стрижкой и маленькой грудью также объявим вне закона. Ну, типа она косит под мальчика. А туда же отправим мужчин с пивным животом? А ибо нефиг прикидываться беременными женщинами. В общем, прошу пардона, но тема эта еще сыра. Потому поехали дальше. Бедность покинула ЧАД, вернее Россию. На этой неделе зампред правительства Белоусов заявил, что страна с начала миллениума неминуемо начала терять количество бедных. Ну, типа в 2000 году они составляли 30% от всего населения. А вот сейчас, спустя 24 года, только 10. При этом средняя продолжительность жизни тоже изменилась и тоже в положительную сторону. И если вчера россияне предпочитали доживать до 65, то сегодня неплохо чувствуют себя и в 74. Надеюсь, вам не надо пояснять, что этим хотел сказать Белоусов. Но я все-таки поясню. Страну из *** достал ныне действующий президент. Ну и если с математикой у меня не все так плохо, то еще пару сроков и бедность выйдет в ноль. Вот только жаль, что Белоусов не озвучил критерии подсчета. Бедный это тот, кто живет на мрот или тот, кто в желании выжить обложился кредитами. Я уже как-то говорила, что закредитованность нашего населения сегодня улетела просто в космос. Ее активно догоняет цифра с должниками, которые не отдают кредиты. Ну и к ним подтягиваются банкротства. И это уже не будущее. Это наше с вами настоящее, где дорожает все, кроме зарплат. И обесценивается все, кроме цен. Вот как-то так, друзья. Ну а на этом у меня сегодня все. Но не забывайте, что также Ермак Медиа есть в Телеграм, на Яндекс и Дзен и на Бусти. Ну а мы увидимся ровно через неделю на этом же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока.